здравствуйте дорогие друзья я сейчас буду больше значит обращать внимание на сергея осачева который в принципе сейчас занялся практическим программированием на классах но цель видео немножко другая сереж я для вас чуть попозже потому что по вашим действиям которые вы будете делать работать грубо говоря сереже сейчас будет разрабатывать большую систему на классах давайте я сначала сереж для вас скажу а потом для других ребят потому что на вашей личной истории я хотел бы сделать немножко дать направление и для других ребят потому что то что вы проделали за два года это огромная работа и в принципе очень много людей для себя вот ставят какие-то планки а что я должен пройти в программировании чтоб понимать вот а что я должен делать какой объем информации а что востребовано что изучать поэтому я бы хотел отвечать потому что и на эти вопросы сначала нет надо записать иначе я потом забуду сереж смотрите я ребят я буду обращаться к сергею а те участники школы которые хотят подтянуть по уп здесь отвечаем на вопрос ребят я остановлюсь на копании потом до копании в коде но сергей допустим сейчас задумал там а тс писать вы можете что-то свое выбрать и все делать по аналогии но за я бы хотел чтоб те кто готов к практике вот на что надо обратить внимание это практическая работа работа с классами сейчас я напишу чтобы времени тратить не свое не ваше а потом прочитаю сереж этого сейчас для вас что от вас хочу видеть так вот потом для ребят скажу сереж вот смотрите сейчас как я планирую то есть над кодом где-то я буду подсказывать но я буду вам давать слова вы будете давать код назад да вот смотрите первое практическая работа с классами мы уже начали да то есть конкретно реализация так мне кошечка помогает здесь я буду пояснять чуть попозже да когда принципе покажу сколько сережу изучил когда случилась такая ситуация что в принципе я вижу что он пишет на одном языке на втором то есть на python на kotlin уже легко работает gc но когда случилась такая ситуация что пришло время да вот ему уже хочется чистой практики он за эти вот два года изучил довольно большой объем информации которые покажу им это будет уже для новичков вот дата регистрации до в школе 26 06 17 то есть ну огромнейший но он прошел я просто вам тоже покажу на ладно поехали дальше и и вот здесь когда то что я сказал даже чуть посмотрим то что сергей прошел и вот столкнулся с чем когда пришло время писать полностью какие-то уже более масштабные приложения то есть с кодом там с какими-то кусками кода проблем нету а это ведь ребята совершенно разные уровни но вижу созрел да но тут у человека всегда бывает испуг почему потому что когда выходишь в этот мир программирования полностью и видишь тысячи библиотек тысячи там всего конечно может потеряться человек но я сразу понял в чем дело просто надо на своей шкуре пальчиками по клавиатуре своими ручками пройти путь разработки полностью неважно криво косо не надо никого слушать просто надо пройти этот путь какой бы он не был но пройти вот от начала приложения от планирования до разработки вот как он начал пошел с классами работать и здесь я скажу маленький момент когда вот сережа в этот момент уперся и где-то я это описывал вконтакте я буду останавливать сейчас вам какие-то эти вещи показывать так ладно не нашел я ну это не так важно будет но на новости ссылка посмотрите на новости я по-другому немножко расскажу немножко потерял мысль ну ладно начну да немножко сначала значит смотрите человек когда изучает изучает язык нарабатывает но потом как бы приходит момент когда все надо заниматься чисто разработкой в принципе есть цель школе школы привести к этому и вот когда она наступает этот момент любой человек приходит к тому что а что я знаю об этом и вот здесь ребята есть одна простая вещь надо и и вот дополню к этой категории относятся когда люди приходят я хочу подтянуть и о п я хочу то ребят если такие вопросы уже есть у вас есть общие базовые знания дату надо просто начать разрабатывать разрабатывать но разрабатывать и вот тут сергею вот все поймал опять мысль тут сергей когда спросил я всегда даю один и тот же совет ребят начинайте с абстрактных классов почему потому что что такое вообще абстрактный класс абстрактный класс это когда человек вынужден что-то уже свое построить но потом когда мы углубить углубились это сергей для вас да то а приставим ту же а тс тут надо интерфейсы ну вот ребят вот тут сереж я сразу к вам обращаюсь вам надо четко написать разницу между абстрактными классами и интерфейсами но написать это мне в коде я здесь помогу один момент потому что часто это вечная проблема да то есть я надеюсь что сообщение в группе вы уже поняли ну вот представьте еще раз этот момент очень важный да вот у нас телевизор вот пульт это интерфейс для телевизора но в чем там если это здесь был абстрактный класс то он по сути дела проверял бы ну если бы мы захотели да то есть что телевизор включен и включена программа допустим там второй канал и на втором канале идет там Россия 1 а интерфейс проверяет только то что включен второй канал его там не интересует игра там НТВ идет или там первый канал Сережа вы меня услышали и другие ребята которые в этом моменте потому что сколько не спрашивал в школе никогда не видишь этого ответа и потом из-за этого ребята не применяют а теперь Сережа я от вас хочу это увидеть в коде то есть чтобы вы четко показали в коде вот абстрактный класс тем более я вам сбрасывал примеры абстрактный класс вот он мы делаем жестко забили жестко абстрактный класс всегда забивает жестко я вам не зря сбрасывал примеры те же с джанго да давайте посмотрим вот если мы вбили допустим абстрактный класс да модель джанго то по сути дела мы ожидаем что в наследуемых классах вот эти четыре поля будут отражаться будет это все создана в базе данных и ни влево ни в право то есть вот она область применения и здесь интерфейс бы не подошел то есть мы не могли бы себе позволить согласитесь чтобы в базе вместо пол поля там овнер да там пользователь да или там заголовка title появилось бы вообще другое поле которое мы про которое не знаем вот этот момент важно Сергей чтоб вы учли то есть вот эту разницу то есть вот в данном случае да мы и вбиваем абстрактный класс и четко понимаем что будут именно эти поля то есть вот это у вас в голове должно засесть абстрактный класс всегда жестко контролирует то что происходит в отличии от интерфейса как мы говорили о телевизоре ну самое простое понять что на пульт нажал включилась программа да телевизор включается но по сути дела на одном по кнопке 2 на одном телевизоре у нас будет может быть Россия на другом вообще игра включаться на третьем телевизоре у нас будет другой канал то есть по сути дела интерфейс просто-напросто проверяет что действие совершено то есть включен второй канал но то что будет после этого действия Интерфейс не интересует Но, тем не менее Ребят, вот смотрите То, кто следит за Сергеем, да, сейчас И я ребятам школы говорю Делайте с ним Да, и тут, понимаете Вот это есть момент, а что я хочу сделать Ребят, вот смотрите А сейчас совершенно не важно Вы можете, вот Сергей выбрал Сейчас АТС, да, это я им подсказал Давайте посмотрим Он, когда я ему сказал Я ему сказал, не важно, что вы будете делать Но кто-то Хотите пельменную, булочную Делайте Стоянку такси или таксопарк Дело не в этом Дело сейчас будет в другом Научиться Пройти Пройти своим Опытом, своими ручками По клавиатуре, своими ручками Своим опытом Через разработку Хорошего, большого Масштабируемого Приложения Потому что Через год Вы потом будете плеваться Но сделайте по-другому Но если у вас не будет Опыта Прохождения У вас никогда не будет стержня Это я вот Говорю Стержень То есть Наработаете Потом уже будете решать Это правильно Это неправильно И вот Когда Сережа мне прислал Первый код Я ему сказал Начни работать с абстрактными классами Ну Я искал запись Прошло недели Три-четыре Да То есть Где-то там он Сидел Думал Смотрю Что-то родил Родил Но вижу Что да Действительно Это абстрактный класс Пайтон И Смотрите Что произошло Да Он начал писать Телефонный справочник Я ему ответил Что Сереж Мне надо подумать Я вижу Что да Все вроде верно Но не то Нет Не получится У Сережи Здесь обучиться То есть Пока Он находится В зоне комфорта То что он уже Хорошо умеет делать А какова Задача Ведь он вырос До этого уровня Да Значит Надо Его вытолкнуть На тот уровень Который он хочет Он хочет Постич Значит Ребят Что Вот смотрите Давайте посмотрим На этот код Новички Это не важно Что вы не понимаете Главное Вы думаете Суть Что в школе Вы научитесь И будете делать Будете писать Телефонный справочник Сам по себе Небольшой И по сути дела Сразу навевается Мысль Что в принципе А нафига Тут там Ну Стараться на классах Что-то изображать Если Проще говоря Написать пару функций Поэтому Первое Что надо сделать Это изменить Масштаб Задачи Надо изменить Масштаб Задачи Для тренировки Так Чтобы просто Ну Нереально было Не будешь Ты писать Там 500 функций А Человек был Вынужден Применять Классы И писать На классах И при этом Обратите внимание Ведь Оттренировать Надо многое Что-то закрытое Что-то открытое Дальше надо будет Тренировать Защищенность Скорость То есть Это все потом Сначала бы Спроектировать Так вот Я ему говорю А давай К К Мы напишем Хотя бы 15 АТС станций Обана Согласитесь Что задача Другого порядка То есть 15 АТС станций На функциях Не напишите Значит По сути дела Тут сразу Приходит мысль Что Если у нас Есть 15 АТС станций И его справочник Который Сережа Начал писать По сути дела Является одним Из маленьких Элементов Этих станций Да Но У нас Сразу начинают Приходить По крайней мере Правильные Нормальные мысли Что нам Чтобы описать 15 станций Значит Что проще всего Правильно Написать Базовый класс Какой-то одной станции Да А потом уже Методы Второе Я про себя думал Да Ведь Смотрите Чтобы вытолкнуть Сережа Сереж Это для вас И для других Ребят школы Давайте мы Смотреть реально Нам надо реальный опыт Вот здесь еще добавим Машинное обучение Искусственный интеллект Мы сейчас Я не говорю Что она совсем Сложная Применять Вот давайте Подумаем Итак Так вот Просто гонять Туда-сюда Работу Нет смысла А что Начинает Иметь смысл Начинает Иметь смысл Процесс Разработки Который По крайней мере Нам должен Включать Что Правильно Первое Работа с классами Сюда мы включим Вы не переживайте Сергей Трудности Я вам много Создам То есть Вводных Дам Здесь По ходу Как вы спроектируете Должно быть Отработано Давайте считать То есть Первое Проектирование Проекта Второе Создание этих Абстрактных Классов Этих АТС Третье Вам придется Подумать И оттренировать Как раз А какие методы Будут закрытые Какие открытые А где применить Абстрактный Класс А где применить Интерфейс То есть Это уже Надо логически Подумать Я поэтому Вам и сказал Посмотрите В интернет Как стоят станции Хотя бы Нам надо Хотя бы Подобие Да Вот этой вещи Следующее А как будут Вводиться данные Я вам здесь Предложил Пандас Библиотека Это уже Библиотека Машинного обучения Где можно Простыми Алгоритмами Вывести В 15 Городах Таблицами Можно вывести Номера А как вы будете Создавать На этих станциях Номера Ведь не вручную Не вручную Значит Это тоже надо Машины Какие-то Искусственные интеллект Которые будут Формировать Номера Да То есть Я хочу Вас Подвести К той мысли Что надо Чтобы вы Начали Вот как Помните Вы когда Вышли в этот мир Сказали Боже мой Сухой библиотек А чтобы вы Сейчас начали Исходя из задачи Прежде чем Самому писать Посмотреть А что написали люди Может эта задача решена Это правильная экономия Времени Потому что 400 библиотек Пайтон имеет Машинного обучения Китайцы Во всем Китае Сделали считывание Лис Потому что Работает очень быстро На Нумпай Да Обрабатывается Которая работает На Си Получается То есть Здесь подтягиваем Следующий Как я говорил Нам надо Серверная часть Ведь Станции Должны Как-то Обмениваться Сервер Вы овладели Значит Надо Серверная часть Что будет Нутром Серверная часть Я предлагаю Вам сделать То что Вы уже Знаете Джанго Вспоминайте Ребята Всегда Инстаграм Серверная часть На Джанго Мордон На Джава Джанго Готовая Защищенная Система Начиная С версии Три Полностью Будет Асинхронная Вообще Крутизна То есть Включится Каротины Карутины Каротины Я по своему Я под программу Называю Грубо говоря Что это такое Простым языком Вы пишете Код Потом Добавляете В отдельном потоке Программы Карутины Да Со программы И пишите ее Не ломая Всю систему Это очень удобно Кстати В Котлин Это очень круто Развито Следующее Нам надо Мобильный интерфейс Для вашей Серверной системы То есть я вас попрошу Сделать таким образом Серверная часть Должна у нас быть глухая Вот как в инстаграме То есть она должна Только обмениваться Информацией А вот морда У вас должна быть Управление Современное Через мобильное устройство Отлично Круто Управлять станциями Через мобильное устройство Сегодня К этому мир идет Следующий момент Если тренировать То нам наверное Надо Стоит вопрос Который Я уже вам На него отвечал И У любого Начинающего Разработчика Стоит вопрос Боже мой А как же я передам данные А мы уже с вами обсуждали Все очень просто На самом деле Если данные перевести В формат JSON То их можно передать В любой программе И каждый язык Брать Python Kotlin Все Эти инструменты имеют И это вы знаете Дальше Где-то GC-плюшки Ну искусственный интеллект Мы говорили Да То есть по сути дела Тогда Эта разработка Уже начинает Иметь смысл Мы Включаем Все современные Какие-то течения Да Мобильное Серверная Часть Сегодня Без сервера Никуда Так вот Ребята Вот Ну представляете Задача интересная Каждый Участник Школы В принципе Все будет Довольно Принципиально Можно делать Да По сути дела Сергей Будет Получает Какую пользу Сергей Сергей Получает Что он Пишет Прототип Проходит Сам Через процесс Обработки Отлично Что получают Ребята Школы Они могут Писать Свои системы Использовать Тот же Прототип Да Прототип Но уже Решать Абсолютно Свои задачи Это будет Довольно Интересный Экскурс Да Согласитесь Что на выходе Важное Ребят А важно На выходе То что Через этот Процесс Разработки Надо пройти Пройти Пока Не пройдет Ничего А теперь Для новичков Которые Только Открыли Да Язык Вот приходят Ребята И начинают Открывать Язык А что Мне изучать Вот я вам Сказал Что Два года Сергея Сачи В школе Вот что Он прошел Вот я Сейчас Посчитаю То есть Давайте Вот сообразим Сначала Проходил Уроки Я знаю Что он Проходил Уроки По Пайтону Проходил Уроки По Киви Начал Изучать Я дам Ссылку Второй Язык Котлин И это Дало Возможность После Котлина Уже Разбираться В GC Смотрю Java Начал Разбираться Прошел Великолепно Овладел Ubuntu Пришел С полного Нуля Овладел Сервером Частью Настройкой Все Все эти вещи И Вот здесь Когда мы Тренировались То есть Нет ни одной Рубрики Где бы Наверное Его записи Не было Когда Тренировались Сейчас Покажу Просто Чтоб Вы Соображали Да Вот я Говорил Проделать Уроки Очень важно Быть В группе Очень важно Быть В школе В группе Ребята Вот здесь 10 страниц По сути дела Это была Первичная Серьезная Наработка Работы С функциями С классами И Здесь Можно Легко Посмотреть То есть Вот эти Вот эти Все Надо Вам Проделать Да Начинается С простого Здесь важно Брать И проделывать А не только Читать Кто читает Бесполезно Кто проделывает Тогда Делается То есть Когда Видишь Комментарии Да То есть Все Расписано От и до Тогда Очень хорошо Понятно Что человек То есть Видишь Что и человек Понимает И только что Читает Будет понимать 100% Теперь То есть Работа С Со Школой С Элементами Кода Было В разных Ситуациях У него Получается Да Но потом Человек Возревает Какие Моменты Я считаю Главные Главные Моменты Это То Что Я Говорил Секунду Вот я Дам Пример Да Почитаете Историю Да Ощущение Когда Начал Изучать Котлин В принципе Я не буду Пересказывать Но На самом Деле Что У человека Всегда Есть Страх А как Я буду Там Изучать Второй Язык А я Говорю Так Ребята Второй Язык Надо Изучать Как Только Прошли Функции Питон Сразу Подключать Котлин Потому Что Тот Страх Который У вас Есть Что А я Запутаюсь Вот Именно Него Я Вас И Толкаю Ведь На самом Деле Совершенно Не важно На каком Языке Писать И Это Все Придет Но Этот Этап Тоже Надо Пройти Это Этап И Вот Здесь Сергей Потом Написал Что Потом Ему Стало Безразни Писать На Пайтон Или На Котлин В принципе На двух Языках Он Начал Писать Через Полгода Неплохо Но Потом Вот Все время Нарабатывал То В классы То Джанго То есть Нарабатывал Подтягивал Подтягивал Пока Сам По себе Не пришел К тому Что Надо Писать Сейчас Цельное Приложение Это Вполне Вот Это Нормальный Путь Вот Это Нормальный Путь Я Дам Историю Ребят Почитайте Здесь Сейчас Я Ну То Что Сереж От Вас Я На Что Вас Настроить Мы С Вами Договорились Первое Что Я От Вас Жду В Коде Да Это Отличие Абстрактных Классов От интерфейсов Очень четко Чтобы Расписали Чтоб Вы Очень Хорошо Понимали Потому Что И потом Продумали Где Будете Применять Интерфейсы Где Классы Да Вот С этого Начнем И Как Мы С вами Договорились Планируйте Свою УТС А дальше Мы Не переживайте Трудности Вам Создадим Так Что Все Будет Нормально Ребята Другие Подключайтесь Почему Потому Что Будем Разработкой Это И Заниматься Это Даст Очень Хороший Результат Для Школы Поэтому Я Этот Момент Поддерживаю Тем более Когда Я Переписываю Школу Мне Как Раз Вот Эти Все Моменты Надо Повстраивать Новые Теперь Что Касается Новичков Ребята То Кто Начал С Этого Видео Да Я Рассказал Больше Для Сережи Я Собираюсь Делать Вот Эт Эскурс Видео Чтобы Были Как Бы Такие Цели Начинать Надо Сразу Говорю Сайта spb-retout.ru Ребят Кто Бо Вам Что Не Говорил Скажите Пожалуйста Какого Вот Вы Я Задаю Вопрос А Вы Соображаете Отвечайте Вы Какого Программиста Хотите Видеть Вот Представьте Вы Наняли На Работу Программиста Первый Программист Знает Только Один Язык Он Начал Писать Потом К вам Приходит Говорит Вы знаете Надо Нанять Специалиста Для GC Надо Нанять Специалиста Для Того Надо Нанять Вам Такой Программист Надо Но Вы Сами Отвечайте Либо Приходит Другой Программист Говорит И Берет Фреймворк А все Фреймворки Какие Не брали Там Django GC Фреймворки Они Все Рассчитаны На Fullstack Программиста То Или вам Надо Программист Вы хотели Видеть Который И Написал Проект Написал Мобильную Морду Состыковал Их По Джейсон Дописал Что надо DC Ну да Возможно Там Все Он сам Не может Но Возможно Там Придется Вам Пригласить Там Профессионала Действительно По Дизайну Там Но Два Человека Тогда Справляются Со всей Работой Да Они 10 Конечно Каждый Сегодня Хочет Видеть Fullstack Программиста И В принципе Первая Ошибка Которую Может Сделать Новичок Когда Вы Упираетесь В Один Язык Ребят Это Неправильно И Неправильно Не в том Что Там Будет Плохо Хорошо Это Называется Что Представьте Вы Строите Дом А Фундамента У вас Нет Один Язык Это Отсутствие Фундамента Почему А Вот Когда Вы Подключаете Котлин А Почему В принципе Котлин А потому Что Ребята Думайте Головой Пайтон Есть По крайней мере Три Причины Почему Надо Начать С Пайтон Ведь Можно Сначать GC GC Начинать Нельзя Иначе У вас Никогда Не Сложится Понимание О языке Что Такое GC Это Грядка Сегодня Здесь А Утром Ее Вообще Нет На Огороде У вас Тогда Сложится Впечатление Что Язык Это Полный Бардак GC Надо Подходить Уже Вторым Третьим Языком Потому Что Формировать Понятие Языка Лучше Всего Начать С Пайтон Это Есть Три Причины Причина Номер Один Пайтон Все Четко Делает То Есть Всегда Здесь Есть Только Один Вариант Имеет Очень Интересную Философию Где В первую очередь Читаемый код Понятный язык И понятно Что он делает Второе Очень широко Здесь Представлены Классы Понимаете Если бы мы Начали Допустим Изучать Первый Язык Джава Да Джава Это Объектно Ориентированный Язык Но Считая Что Объектно Ориентированное Программирование Это И есть Джава По сути Дело Это Если Взять Объектно Ориентированное Программирование Пайтон И Объектно Ориентированное Программирование Джава То Вы Знаете Что Вот Видели В детстве В сороковые Годы Колесико С Такой Палочкой Так Вот Это То же Самое Что Поставить Автомобиль И колесико С палочкой Джава Мощный Язык Но Это Язык Со Статической Типизацией И Широкое Выражение Объектно Ориентированное Программирование В этих Языках Не Может Быть Потому Что Они Имеют Статическую Типизацию То Есть Там Не Могут Происходить Динамические Вещи Допустим Как В Пайтон Где Просто На лету Класс Создают Новые Классы Почему Изучать Объектно Ориентированное Программирование Надо С Пайтон Более Широко Нигде Не Представлено Хотя Джава Полностью Объектно Ориентированный Язык Но Он Имеет Основные Парадигмы Да Но Когда Человек Изучил Пайтон Хорошо ООП То Все остальные Языки Он Смотрит Ага Это Есть Этого Нет Но Тогда Все В любом Языке ООП Понятно А если Вы начали Джава Изучать А потом В Пайтон Оказывается Еще Грубо говоря Целый Город Есть Этих Объектов И классов А мы Тут У комнатки Ютимся Поняли Да Второй Третья Причина Пайтон Полностью Вам Что Угодно Это Даст Вам Возможность Найти Себя И Второе Он Вам Дает Мощное Решение Для Веб Рынка И Серверной Части Сегодняшний День Серверная Часть Это Самое Главное Сегодня Все Приложения Обмениваются Информацией Поэтому Сервер Всегда Будет Рулить А Самое Простое Понятие Сервера Это Изучение Джанго Запомните Потому Что Джанго Это Настолько Мощный Фреймворк Все Что Можно Веб Там Джейсон И Джиси Ой Все Что Угодно Джукери Он Выбрал В себя То Есть Все Что Можно Делать Веб Это Все Есть Джанго При Помощи Методов Классов И В одном Пакете Вы Знакомитесь Со Всем Это Круто Очень И Вспоминайте Инстаграм Серверная Часть На Джанго То есть, а на Инстаграме весь мир, ребят, поэтому все вопросы в ее мощности отпадают сразу. А мобильная на Java. Второй язык, Kotlin, который вы будете изучать, он полностью покрывает весь мобильный рынок. Является официальным языком Android Studio. Но Kotlin, не забывайте, это язык тоже общего назначения. Просто он написан под мобильную часть, но это язык общего назначения, на котором можно написать и сайт, и веб-сервер. Два этих языка вам дадут возможность, вот то, что я наблюдал в реальности за Осадчем, что он начал понимать уже те же методы. Ведь какая разница на самом деле, функция она в этом языке или в том? Нет разницы, она на самом деле есть. Потому что, когда вы только начинаете один язык, вы функции и все. А потом вы начинаете понимать, в одном языке функции высшего порядка, и вам, по сути дела, достаточно знать этих вещей. Вы глянули, и вы уже знаете, как писать. Но все это вытаскивается со временем, и везде ключ к этому изучению двух языков. Запомните. Только тогда начинает работать сравнение. Потом вы уже подключите DC. Он пойдет так и так, так и вы будете понимать, что такое класс, функция, метод. То есть, вам просто эти понятия будут знакомы. Потом, захотите, подтяните, Котлин вам подтянет Java. Хотя, я скажу сразу честно, что Java программистам Котлин не очень легко дается. Не всегда. Почему? Потому что Котлин, он прост. А вот кому легко дается? Программистам Python. Почему? Потому что логика, в принципе, это язык со статической типизацией. И мы полностью перегоняем в Java и обратно. Но это следующий этап развития Java. Там уже включены более профессиональные вещи, о которых такие языки, как C, плюсы, могли только мечтать. Там очень круто развиты карутины, там есть многопоточность, там убраны все вещи сложные, которые есть Java, и которые Java программисты не могут применять сами из-за сложности, даже опытные. Здесь он многопоточный. Этот карутин напишет даже новичок, то есть сопрограмму. Потому что зачастую читаешь, что довольно сложно. Следующее, наконец-то, вот допустим, полностью перейти к Java за 9 лет я себе не смог. Зная ограничения, то есть что такое Java. Да, на Java это очень популярный язык. Но вот есть там, допустим, платформы по HR. В принципе, эти же ребята, которые создали программы, вот эти по HR, то есть Jet Brines, они же написали Kotlin. Они собаку съели. На Java можно писать. Но если более вещи, которые более динамичные, вы не сможете. Почему? Потому что Java есть такая вещь. Он не может обрабатывать ошибки при... Сейчас, секунду. Он не может при компиляции то, что исправлено в Kotlin. Он при выполнении. А кому надо такая вещь? Был интернет, оборвался, он вам будет писать. А черт его знает, какая ошибка. Не знаю. Просто, грубо говоря, нифига не работает. А где искать? Да ищь сам. Так вот, в Kotlin был введен ноль. И теперь Kotlin при компиляции мы можем добавить исключения, видеть все ошибки. То есть никаких вещей. Посему именно благодаря вот этим вещам Kotlin и стал возможен для всего. Пожалуйста, программу. Пожалуйста, мобильное приложение. Пожалуйста, веб-сайт. Но, по сути дела, вот эта связка Python-Kotlin решает проблемы и веб, и веб, и рынка, и мобильного рынка. А это самое главное. Добавляем GC, если надо, там Java, и все. У нас все в кармане. Так, ребят, ну, я дам пару ссылок, а так, просто следите. В принципе, для кого-то это информация, но, по сути дела, в школе очень много видео, более 17 суток. Да, и главное быть в группе, потому что именно в группе, потому что, ну, сколько за видео даже советов. Просто, по крайней мере, я хотел, чтобы вы получили какое-то представление. Дам на канал ВКонтакте, да, ссылку. Тут новости можно почитать. Тут очень много интереса найдете. Ну, а для тех, допустим, ВКонтакте нет на Украине, все дублируется в группе. Вот. Все, ребят, все получится. Все, ребят, все получится.